Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках и разбираем фундаментальные события, которые определяют динамику тех торговых инструментов, которыми мы спекулируем. Я предлагаю начать сразу с нефтяного рынка, который был центральной темой первой две торговой сессии этой недели. Не знаю, как будут обстоять дела дальше, но, по крайней мере, сегодня у нас есть возможность немножко оставить его в покое, оставить за бортом, скажем так, потому что сегодня заседание Федрезерва. Мы его ждали, нам оно очень важно, потому что доллар – это тот актив, которым мы также торгуем. Ну и, в принципе, мы понимаем, что доллар, как и локомотив всего рынка, безусловно, повлияет на динамику прочих активов. По 21.00 по московскому времени сегодня ФРС будет пересматривать процентные ставки. Спустя полчаса после этого традиционно пресс-конференция председателя ФРС Джерома Паула. Даже не знаю, что сейчас может выступить большим катализатором для рынка. Само решение по процентной ставке, особенно если оно будет принято в плане снижения ее в масштабах больше, чем ожидают участники рынка, либо все-таки комментарии Паула о перспективах дальнейших, до конца этого года и, возможно, уже с замахом на 2020 год. Ну, точно могу сказать, что доллар сегодня будет активно ходить, волатильность будет значительной, поэтому, безусловно, нужно контролировать риски, друзья, потому что всегда такого рода события, они, как правило, приводят к очень большому диапазону хода. И прежде чем рынок определяется с тем, куда ему реально нужно пойти, бывает так, что он успевает побывать и сверху, и снизу. Что касается нефтянки, вчера мы ориентировались на уровень 70 долларов за баррель. Я допускал, что на фоне тех событий, которые сейчас развиваются на Ближнем Востоке, это реальная цель. 69,24 локальный максимум, после чего котировки откатили. И уж совсем мощное снижение произошло под конец дня, когда цены оказались по бренду ниже 65 долларов за баррель, сейчас котировки 64,43. Но даже, друзья, несмотря на такое снижение, я рекомендую вам сейчас, либо все-таки, если вы относите себя к категории тех трейдеров, которые готовы рисковать, рассматривают нефт с точки зрения какосрочных покупок. Если же вы все-таки побаиваетесь сейчас на такой волатильности заходить на рынки, лучше держаться в стране. Я продолжаю сохранять нейтралитет, несмотря на такие мощные движения. Еще раз повторяю, друзья, всех денег действительно не заработать, но лучше все-таки поработать с трендами, в основу которых ложатся какие-то определяющие фундаментальные события, но не форс-мажор, как это сейчас случилось на Ближнем Востоке. Центральные темы для рынка нефти – это инцидент с нефтяной инфраструктурой Саудовской Аравии, в результате которого производство нефти сократилось вдвое. Эта оценка была дана и подтверждена также Международным политическим агентством. Производство нефти Саудовской Аравии снизилось больше, чем на 5,4 миллиона баррелей. И тут же все заговорили о рисках недопоставок на глобальный рынок, дефицит предложения, что и спровоцировало мощную реакцию. Поначалу, друзья, это ралли восходящее было несколько замедлено тем, что Трамп допустил возможность продажи стратегических резервов, да и сама Саудовская Аравия сообщила о том, что у них есть в хранилищах запасов резервов, достаточные для того, чтобы исполнить свои экспортные обязательства в перспективе ближайшего месяца. Но мы предположили, друзья, что если на восстановление инфраструктуры понадобится больше времени, чем месяц, соответственно, саудиты окажутся в очень непростой ситуации. Вчера снижение. С чем связано? С тем, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии сделали заявление о том, что восстановительные работы идут полным ходом, уже фактически больше, чем на 60% производства восстановлено, и к концу сентября добыча вернется к прежним уровням, ну практически к прежним уровням, уж к октябрю, к середине точно. Если, друзья, вам достаточно этих комментариев, если вы считаете, что про события в Саудовской Аравии мы забудем уже через пару дней, тогда, может быть, вам целесообразно рассмотреть возможность продаж нефтянки. Но я почему-то считаю, что так быстро эта тема не оставит нас в покое. И если, опять же, вернуться к допущению, которое мы сделали о том, что неспроста весь этот инцидент случился перед IPO Сауди Арамко, может быть, друзья, этот инцидент снова повторится. Да и плюс ко всему, в сухом остатке у нас сейчас остаются натянуты, крайне нервозные отношения между США и Ираном. Может быть, в Саудовской Аравии тему мы эту закроем, но как США будет бороться с Ираном, учитывая то, что они обвиняют их во всех азиашках, это тоже потенциальный риск для продавцов нефти и условия, на которых рынок может очень неплохо вырасти. Непростая ситуация, друзья, но в такой непростой ситуации, конечно же, непросто принимать решение, как я уже отметил. Доллар иена 108.20. Сегодня я предлагаю сделку селлимит с отметки 108.50. Мы ждем снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Мы ждем заявления Джерома Пауэлла о том, что политика будет оставаться мягкой столько, сколько потребуется. Мы ждем также анонса дальнейшего снижения ставок до конца 2019 года. И впоследствии, я думаю, что с такой политикой мы перекочуем и в 2020 год. В общем, ожидание смещения политики Федрезерва – это база для сейчас ослабления курса доллара. Тем более, что если и в Саудовской Аравии сейчас по новостному фону ситуация стабилизируется, то, разумеется, мы можем соответствующим образом действовать и по иене. Золото 1502 доллара за тройскую унцию. Раз мы сегодня ждем слабый доллар, можно рассчитывать на отбой золота от поддержки 1500 долларов за тройскую унцию и рост к уровню 1525 и выше. Прям совсем было бы круто. Цель 1550 выдерживается, как и раньше. Поэтому сделку можно либо покупать сейчас, как я говорил, со уровня 1500, либо через отложку Балинин с отметки 1490. Австралии спротив доллара 0.6845. Сейчас рекомендую присоединиться к нисходящему ралли. Оно только начинается. Завтра данные по рынку труда, они, скорее всего, разочаруют. Целью Резервного банка Австралии является уровень безработицы 4,5%. Однако завтра мы увидим не то, чтобы показатель прошлого месяца, позапрошлого месяца, точнее 5,2. Скорее всего, безработица вырастет. И это станет еще одним аргументом в пользу снижения процентной ставки уже по итогам октябрьского заседания. Поэтому я ориентируюсь на прежние цели 0.66-0.65. Думаю, что австралиец туда точно доберется. Если добавить сюда еще и риски китайские с замедлением темпов роста и худшими показателями по промышленному производству за последние 17 лет. Понятно, что Резервный банк Австралии должен будет адаптировать рынок под ухудшение экономической конъюнктуры еще и основного статистического партнера Австралии. То есть это тоже ковровая дорога для смягчения политики. Доллар-канадец 1.3254. Сегодня данные по инфляции. Если статистика разочарует, то пара доллар-канадец окажется в районе отметки 1.33. Сейчас способствует все этому. Котировки нефти пошли вниз. И теперь мы можем быть спокойны за то, что, скажем, нам карты могла спутать дорогая нефть. Сейчас аркетировки снижаются. Поэтому, в принципе, можно фокусироваться на отчете. Евро против доллара 1.1064. Вчера данные по бизнес-оптимизму разочаровали. В принципе, как и ожидалось. Лагард была подтверждена на должности председателя Европейского центрального банка. 1 ноября она вступит, скажем, займет место Марио Драги. Будем следить за тем, какого подхода она станет придерживаться относительно монетарной политики. Но мы помним, что, в принципе, уклон будет сохранен прежним в сторону ее смягчения. Поэтому по евро-доллару позиционно, конечно же, приоритете короткие сделки. Однако, как я и говорил, если на этой неделе при всем том, что сегодня должно произойти с долларом, евро против американца удержится выше отметки 1.10. Может быть, будем уже разворачиваться со следующей недели. И фунт против доллара пока все без изменений. 1.2484. Ждем новостей по Брекзиту. Ждем завтрашний день, супер-четверг, решение поставки, протоколы, объем выкупа активов и прогнозы. Думаю, что завтра фунт у нас может раскачать конкретика по монетарной политике. На этом, собственно, все. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.